Всем привет! Сегодня занесло меня на велике по делам и попутно занесло в пятерку. На обратном пути, да, кстати, обзор был в пятерке, на обратном пути я ехала, значит, как обычно, ездила, когда жила в другом районе по тому пути, слегка по тротуару. Ну и, короче, за долгое время впервые вживую увидела человека типа алкоголик в состоянии алкогольного пьянения, в том самом состоянии из-за анекдотов, то ли улица кривая, то ли ноги колесом. Вот так вот шел. Я еще еду, так слегка притормозила, очень медленно еду, думаю, блин, то ли меня глючится, то ли человек реально вот так вот идет туда-всюда, туда-всюда. Пришлось очень медленно ехать, ждать, когда, ну, как бы, еще подумала, блин, дернул же, черт, здесь поехать. И вроде назад не возвращаться, крюк такой делать, то ли еще как-то. И в результате он, правда, там был такой, типа, перекресток для людей, машины и прочего, транспорта и не очень. И он как-то свернул направо, не налево, а именно направо, на мое счастье, в общем, я проехала. Суть такая, была я в пятерке. Вот радует, мне там иногда попадаются такие продавцы на кассе, но вообще в этих сетевых магазинах чаще всего. Вот в предыдущем видео я говорила, вот в Organic Shop, если все такие вежливые и обходительные были, то было бы намного легче в России жить, было бы меньше невротиков, нервотиков. Короче, нервных было бы меньше, психов, буйных и так далее. И лучше, если продавец вежливый и обходительный, тогда больше шансов, к примеру, что вы купите, не вы, ну, в смысле, что у продавца-покупатель купит крем с конечным сроком годности, как бы по скидке. Вот я вчера не стала говорить срок годности, потому что увидела и не очень поняла. Потом прочитала, что годен до смотреть на упаковке, а на упаковке у нас написано до мая 2018 года. Май у нас не за горами, 2018 год уже как есть. Крем на самом деле очень хороший. Я не знаю, как там вот завтра, допустим, его еще можно будет юзать. Тут вообще написано 12 месяцев после вскрытия, но, насколько мне известно, 12 месяцев после вскрытия включает в себя, конечно, итоговые вообще срок годности. Ну, вот крем хороший, ну, внезапно, может быть, конечно, я ничего не говорю, может, они не знали, что у них крем просроченный стоит, прям вот у кассы. Может быть, они знали, поэтому скидка, ну, как-то вот оно не оговаривалось. Вот я к тому, что чем более вежливый и обходительный продавец, тем больше шансов, что покупатель у тебя купит что-то даже, вообще много чего купит. Ходила я, ну, как бы ездила, на самом деле, на велике, да, с пакетом вот Джейн Стори и с той самой сумкой, которую внезапно моя родня, та, которую я видела, одобрила. Обычно, если я что-то покупаю, то мне выносится мозг, какую фигню я купила. Тут внезапно не выносился мозг и даже порадовались, типа, о, какая крутая летняя сумка. В общем, вот тут Джейновский пакетик. Что же я купила? Я, конечно, покупала и до этого какую-то еду, но как бы некогда было обозревать, не было возможности или тому подобное. Ну, в общем, купила я себе. Я периодически ее покупаю, очень мне нравится вот такая кашка. Ну, и не именно такая, вообще, вот этой фирмы кашка. Майлин Парас, никогда не читала название у него. Тут прочитала. Четырехзерновая каша. Тут у нас 3 минуты варить, 7 природных минералов, 300 грамм. Тигренок такой, я как обычно одеваю. Так, и что у нас тут вообще, где-то я вот видела. Ржаные, пшеничные, овсяные, ячменные хлопья. Мне нравятся такие вот 4 хлопья, 5 хлопья. Ну, обычно 3 редко попадаются, но вот это 4 или 5. Ну, иногда бывает, что 2 хлопья. Ну, в смысле овсянка и еще что-то. У меня как бы есть овсянка, но у нее слегка срок годности кирдыхнулся. Я не знаю, ее еще можно есть людям или уже все-таки как-то нельзя. Потому что, помню, когда-то давно у меня вот, ну, не то, что может в детстве, может в позднем детстве, скажем так, в позднем человеческом детстве была у меня какая-то овсянка. Я помню, что она огорчила сама по себе. Бывает, как вот молоко. Перед тем, как коньки откинуть, начинает огорчить, вот так же овсянка огорчила. Ну, я из нее как-то делаясь, я кашу до того, как увидела, что там срок уже коньки откинул. И она, в принципе, нормальная была. Не знаю, может у нее там вот пока тут на неделе 3 лежала и все-таки успела умереть, а может и нет. Честно, вот я не помню, чек у меня вообще здесь. Я потому что помню, что я его в руках держала, куда-то положила. Так вот, что про кассу. Подхожу я на кассу, второй раз у меня такой. Вот нафига в пятерке существует эта карта пятерочная. Хотела специально достать, показать, но я ее забыла. Но я думаю, кто знает про эту пятерку в какую-то карту, пятерочка, выручай карта или как-то так. Ну, обычная пластиковая карта, выручай карта, пятерочки. Зачем ее прилагать на кассе вообще? Ну, там мне, допустим, приложила моя знакомая. Знакомая знакомой. Скажем так, знакомая с бывшей девчачьей компанией. А так вот, большая часть этих продавцов, конечно, не прилагает. Такие карты, в общем, даже не спрашивают, есть ли у вас наша карта. Ну, больше, скажем, ладно. Хорошо, половина той пятерки не прилагает продавцов, половина той пятерки даже спрашивает, есть ли у вас наша карта. И тут, значит, она мне говорит, там сумму 160 чем-то. Я достаю карты, она... Карты не принимают. Хамло такое. Так ты скажи, хотя бы повесь объявление, вот, как бывает на нормальных, даже в магазине, на одной кассе у нас, помню, висело в солнечном, типа того, что... Уважаемые покупатели, извините, но здесь, типа, карты не принимаются, только наличка. Такая же объявка есть в высшей лиге на одной кассе, где вот не принимаются карты, только наличка к оплате. Так напиши. Уважаемые покупатели, на данный момент на этой кассе не принимаются к оплате пластиковые карты и не печатаются, не зачисляются баллы на нашу вот эту карту-выручайка. Ну, напиши. Че, тебе сложно? Легче нахамить? В общем, ну, конечно, есть люди, для которых вот стиль общения вот этого, для нормальных людей, вежливых, типа меня, да, вот других, большинство людей, допустим, для японцев, это было бы стиль хамства, да. А для тех, кто привык говорить на языке хамства, для них это не хамство, потому что, знаю некоторые девочки мне или мальчики, вы говорите, люди мне пишут комментах, как я иногда еще раньше, помню, говорила, зачем же хамить. Как я не хамила? В общем, те, для кого среда обитания, хамство, это от рождения, они не понимают, что что-то тут не так. Вот это вот, я думаю, она, наверное, даже не подумала, что надо покупать его хамить. Короче, я дала монетку бумажкой, на карту мне, конечно, ничего не напечаталось, хотя я помню, как-то передо мной вот тоже был такой же момент, на той же кассе, не знаю, тот продавец или нет, был мужчина, который дофига что-то покупал, ну вот, если вы купили больше, чем тысячу, то у вас перепишут от руки, перепечатают номер вашей карты, и тогда вам баллы начисляются. Если вы покупаете меньше тысячи, я помню, тогда на 500 с чем-то покупала, видимо, 500 с чем-то и 160 с чем-то, это не деньги считается. И в случае к покупателю, у которого есть вот эта карта пятерочки, относиться надо как вот вша такая, я считаю, что если ты идешь продавцы, то ты как минимум должна любить людей, это как вот учитель идет в школу, если ты идешь продавцы, то ты осознаешь, что как бы ты работаешь с людьми, люди бывают разные, так же, как продавцы, в принципе. Все твои какие-то проблемы ты должна оставлять, ты должен оставлять, да, там может быть мужчина, продавец, мало ли, обычно чаще всего женщины попадаются в этой категории работы, да, должен оставлять, человек должен оставлять все свои плохие эмоции, все свои проблемы за пределами этой работы. Оставив у себя их дома, на улице еще где-то, улыбайся, даже если тебе плохо, вот ты улыбнешься, тебе человек в ответ улыбнется, вот хорошее настроение, вообще все поберудает, нафиг, блин, ну вот нахрен, вот так вот быть. И каждый покупатель ценен, вот ты, кто-нибудь там вот пришел такой, ну не я, кто-то другой пришел, ему вот так вот карту там не, начислили эти дофаные баллы, еще что-то там не пришло, да, и как-нибудь злобно так посмотрели, человек обиделся, больше не придет. И вот так, если до хрена человеков не будут ходить в этот магазин, то магазину придет трындец, по-моему, надо как-то ценить покупателей, клиента. Ну, короче, это вот так, может быть, у меня накопилось. После просто общения такого деликатного, вежливого, вообще на высоте сверх в органик-шоп, даже несмотря на то, что крем слегка с конечным сроком годности. Короче, я давно что-то сегодня покупала, у меня тут свининка заканчивается, осталась одна косточка, ну, в смысле, косточка, чтобы из нее что-то сварить. Даже не знаю, случилось у меня сегодня свининка или не случилось. Хоть у нас там в Агреволге есть, как мне родня сказала, очень вкусная, хорошая, что-то по 235 рублей за килограмм телятина продается, ну, типа, до того, как ее сварили, свежая телятина, да? Но я что-то как-то телятину-коровятину давно как-то не воспринимаю. Не знаю, лет 6 или 7 как-то вот свинятину стало нормально, а коровятину как-то не очень. В общем, купила я себе набор для супа, лоток охлажденный, 722 грамма, 27 апреля сделанный, 5 суток он живет, ну, не знаю, как вот у меня он и дольше живет, если морозилку засунуть. В общем, вот такой куриный лоточек, ярославский бройлер. Что-то не поверите, там 69 с копейками за килограмм было. Я помню, последний раз я покупала, может, месяцев 9 назад, он стоил как-то дороже. С чем вообще связаны все эти цены? Вот такое, вот, счастье, короче. Так как чек у меня не знаю где, а вот у меня чек. Слушайте, я нашла этот чек. И главное, вот нафига вот это, у меня вот тут маленькая бумажка отвалилась, а нафига вот эту рекламку печатать, тратить бумагу насчет карты пятерочка, если ты пишешь, точнее говоришь, что у тебя эта карта пятерочка не принимается и не это, никаким местом не котируется, да. В общем, каша зерновая стоила у нас, грубо говоря, 39 рублей, потому что 38,99. Этот, кто у нас тут набор, у меня вообще на 50 рублей 47 копеек вышел. Да, он 69,90. Я купила еще два зеленых банана, они пока ехали, слегка пожелтели. Может, они созрели, может, там тепло было на улице, не знаю. Бананы там вообще по 69 рублей, грубо говоря, 69, ну так они 68,99. Что-то я смотрю, в пятерке вот эти 99 конечные суммы, как-то так стали, цифры у цены. Бананы у меня на 22 рубля 70 копеек вышел. Ну, может, кому-то это интересно, мало ли, все эти цены. А еще что-то я увидела, это, наверное, плохой опыт поедания вчерашней, вчера, не, позавчерашней пиццы с Аленкой. Ну, у меня-то был, в принципе, более-менее нормальный опыт, у меня только в одном месте, там что-то не такое пропало. Это у Ленки целый кусок был с плесенью пиццы. В общем, у нас что-то в пятерке такую хрень делать, я уже как-то брала. Это лепешка, томаты с базиликом, 165 грамм, 55,80 стоит. Кстати, так в чеке и написано. Я сначала думала, может, они на вес как-то. В общем, сейчас скажу, у меня 168 рублей вышло, это самое. Мне приказывает, когда вы оплачиваете, что заметила. Раньше эти копейки округлялись всегда, кроме там то ли пятер, кроме Дикси, кажется. Если вы оплачиваете картой или оплачиваете наличкой, копейки всегда округлялись. Теперь копейки округляются только, если вы оплачиваете наличкой. В общем, какого-то не поняла. В общем, вот такой у меня видос. Я думаю, люди соскучали уже по обзору, жратвы отвели. Я не помню, записывала я, будучи тут, уже обзор жратвы или еще нет. Ну и да. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Даже смотрю в камеру. Не, это очень сложно вот так вот долго сидеть. Я даже не знаю, как вот это обозревать. О, знаете, вот я тут обозреваю. Вот как вот это лицо застилается. Я не знаю, как там. Кто-то мне еще в комментах писали, что вот кто-то... Типа, а, вот ты не смотришь в камеру, ты читаешь по бумажке. Люди, у меня минус 13,5 зрения. Как я, по-вашему, буду читать по бумажке? Мне, знаете, какие оршинные буквы надо, чтобы я вот отсюда, допустим, видела вот, что здесь написано на столе. Или чтобы бумажку держала так вот. Ну, вот так вот я бумажку. Я вижу, что тут написано, да. Да, но так вот надо держать бумажку так, чтобы вы не видели, что я чершу бумажку. Да, или у меня, наверное, третья рука есть, которая держит бумажку. Если у меня при этом две руки задействованы в видео, а там кто-то написал, что, типа, лучше вот такая, типа, как я, и не смотреть в камеру, чем... Я так поняла, что, видимо, бывает, когда люди сидят, тыркаются в камеру. Как они вообще сидят? Где у них эта камера находится? Что они тупо в эту камеру смотрят, а больше никуда. Короче, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok